Если мы что-то не знаем, это не является поводом утверждать, что этого не существует. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Ну что, дорогие и уважаемые мои коллеги-реэлторы, переговорщики, подписчики, сегодня мы с вами будем разбирать уже заключительную главу книги «Анатомия заблуждения» Никиты Непряхина, которая называется «Главные мифы и заблуждения». Но я вам скажу один нюанс. Главу-то мы сегодня будем разбирать последнюю. Но эта глава устроена таким образом, что в нее внесено 26 разных мифов, которые автор предлагает нам разобрать. А мы сегодня с вами разберем прелюдию к этим мифам. Точнее, умозаключение Никиты Непряхина по поводу всего того, что мы не можем с вами объяснить. Начнем же. Для начала я хочу зачитать один очень немаловажный, с моей точки зрения, фрагмент. Почему люди в 21 веке до сих пор верят в призраков, демонов, в магическое потустороннее? Почему не обращаются к науке, а пытаются найти ответы в туманных и противоречивых актуальных книжках? Вот смотрите, зачитал я вам этот фрагмент. Самое ключевое, на что бы я хотел обратить внимание, почему люди в 21 веке до сих пор верят в признаков и демонов, в магическое и потустороннее. И вот знаете, в самом начале книги Никита сказал такую вещь, что он является атеистом. И вот именно с этой бы точки зрения я бы и хотел бы поспорить, и во многих вещах бы с Никитой не согласиться. Вот смотрите, есть один такой товарищ, архимандрит Тихон Шевкунов. Этот человек жив на сегодняшний день, и что-то, если не ошибаюсь, ему там за 60 лет, но этот человек в полном здравом уме и твердой памяти. Когда он был еще более моложе, он написал книгу «Несвятые святые», в которой он описывает те жизненные ситуации, которые с ним случались, и тех людей, которых он встречал на своем пути. Давайте вкратце расскажу. Был один молодой парень, который учился на кинорежиссера, И на одном из своих предметов, то есть, когда он проходил предмет, педагог рассказал о таком понятии, как оккультизм. И вот они с друзьями начали его практиковать. Это видный человек, и его сокурсники тоже на сегодняшний день видные люди. То есть, какой бы смысл был бы врать этому человеку? Он рассказывал о том, как они вызывали духов, и в один прекрасный момент они поняли, что они занимаются ерундой. Они убежали в церковь, и священник им там сказал, что вы занимаетесь дьявольской штукой. В конечном итоге этого товарища молодого жизнь привела в Псково-Печорский монастырь. И в Псково-Печорском монастыре случилась тоже одна очень интересная ситуация. То есть, первое, что человек, взрослый, имеющий высшее образование, разбирается во многих вещах, рассказывает, что оккультизм это существует. Теперь, второй момент, который я хотел рассказать, и который описан в этой книге. В Псково-Печорском монастыре существует пещера, которая уже много сотен лет. Ну, больше ста лет, давайте скажем так. Точно я сколько лет, не знаю, не буду утверждать. И в этом, в этих, точнее, пещерах, в свое время монахи хоронили других монахов. Ну, и так получилось, что за много сотен лет, да, за много десятков сотен лет, в этой пещере накопилось огромное количество покойников. И они лежат вот так вот один на одном. То есть, это не какая-то сказка. Это можно приехать, увидеть своими собственными глазами. Но сама фишка заключается не в этом. Если мы с вами помозгуем, то мы что подумаем? Такое огромное количество трупов будет лежать, и, естественно, там будет невыносимый запах. Но на самом деле, в этой пещере, и это одно из моих желаний, да, съездить туда, в этой пещере просто невероятно приятный запах. И как-то Борис Николаевич Ельцин, бывший наш президент, уже на сегодняшний день покойный человек, да, зайдя туда, спросил, скажите, пожалуйста, чем вы здесь брызгаете, чем мажете? На что ему монах, который его сопровождал, задал такой интересный вопрос. Борис Николаевич, скажите, пожалуйста, в вашем окружении есть люди, которые воняют? Борис Николаевич сказал, нет, конечно. На что монах ему ответил, так а почему вы думаете, что в окружении Бога должны быть люди, которые воняют? О чем это говорится? Для чего я это все рассказал? А рассказал я это о следующем. Вот если мы не понимаем, почему в пещеру, к пещере подносят покойника с трупным запахом, и только заносят его в пещеру, этот запах пропадает. Но ведь, значит, что-то, получается, существует. Если не ошибаюсь, в Евангелии рассказана одна история про Лазаря. Я могу ошибаться, может это в посланиях апостолов, может в Евангелиях, но суть заключается в следующем. Был такой товарищ Лазарь, который умер, и какой-то период времени провел на том свете, потом Иисус пришел его и воскресил. И вот все прибегают к Лазарю и говорят, расскажи, расскажи, как там, расскажи, на что он им отвечает. Как я могу вам объяснить то, чего вы никогда не видели? И вот это все я рассказал через призму следующего. Никита, я с огромным утверждением хочу сказать, что утверждая, что потустороннего мира не существует, я с вами целиком и полностью не согласен. По одной простой причине. Если вы в чем-то не разобрались до конца, не были в каких-то местах, не видели каких-то вещей для вас непонятных, это не говорит о том, что этого не существует. Я на своем личном примере видел огромное количество раз таких интересных вещей, что если бы мне рассказали, я бы никогда об этом не поверил. И эти вещи я как раз видел, именно проживая в монастырях. И ладно бы, если бы это было в каком-то одном, ну, какие-то такие, назовем их так чудесами, то это было бы одно. А я видел это в разных местах. Если бы у меня была возможность сейчас Никите об этом рассказать, то я бы ему привел цитату опять из той же самой книги «Несвятые святые» Архимандрида Тихона Шевкунова, которую сказал Блест Паскаль. «Открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него». Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его, и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы. И в завершении я хотел бы сказать одну еще мысль. Никита здесь говорит о том, что мы очень часто верим в разного рода глупости. Ну, например, там постучать три раза по столу, поплевать через левое плечо, шестнадцать раз прыгнуть, двенадцать присесть, не пройти мимо черной кошки, либо женщина прошла с пустым ведром. Что вот, ну, на это обращать внимание, скорее всего, не стоит. И здесь я с этим полностью согласен. Поэтому отсюда мы можем с вами сделать следующий вывод. Возвращаясь в самое начало. Если мы чего-то не знаем, это не говорит о том, что этого не существует. Но будем с вами каждый день разбирать по нескольку мифов, где-то соглашаться, где-то смеяться, где-то брать какие-то умные вещи. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok